Сегодня Андрей Антипов решил оставить машину около дома. На работу отправился на трамвае. Я утром встал, за завтраком включил телевизор. Смотрю, в новостях показывают, что сегодня день без автомобиля. Думаю, может правда отдохнуть от этой нервотрепки, от пробок. Все-таки по рельсу она, наверное, побыстрее даже получится. 22 сентября – международный день без автомобиля. От поездки на машине отказываются водители по всему миру. Присоединилась к этому движению и Самара. На один день весь общественный транспорт для автолюбителей стал бесплатным. Достаточно было предъявить карточку техпаспорта. Анна Ляпина, кондуктор со стажем, вспоминает, каждый год встречает водителей, которые изменяют свои привычки и выбирают трамвай. Сегодня была женщина, предъявила девушка, за проезд вот такую карточку предъявила. В департаменте транспорта уверенная акция поможет привлечь внимание водителей к проблемам городской экологии. В Самаре больше 400 тысяч машин. Именно на них приходится основная часть выбросов, загрязняющих атмосферу. Если водители хотя бы на день откажутся от авто, ситуация может измениться. Польза для города в том, что дороги становятся более свободными. Далее экологическая обстановка в городе также улучшается. Соответственно, лучше станет всем дышать. Каждый день больше полумиллиона самарцев выбирают общественный транспорт. Автобусы и трамваи самые популярные. И экологичные. За ними автобусы. В Самаре уже каждый третий на газомоторном топливе, а значит безопасен для окружающей среды. К чемпионату мира обещают обновить весь автопарк. Сегодня во всемирный день без автомобиля. Как видите, даже наша съемочная группа пересела на трамвай. Удобно, экологично, никаких выбросов в атмосферу. А кстати, вот наша остановка. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Валерия Макарова, Сергей Баскин.